Мышечная память Флориста с Самарой Никита Дементьев путешествует по Европе. Никита профессиональный флорист. До мозга костей. Даже на отдыхе думает про работу. В Болгарии внимание Никита привлекла клумба с цветами с оригинальной табличкой. Моля, не пипайте цветята. Теса красота написана на ней. Табличка от души повеселила читателей Никиты. А зачем пипать? Слушать надо. Ой, ржу не могу. Они молят. А вы не пипайте. Ольга Никольская радуется жизни. Как же мы хорошо живем. Сколько нам всего дано, чтобы быть счастливыми. Радость и общение с друзьями. Наш чудесный город с его красотами. Красавица Волга с нереальными такими разными заказами. Только успевай смотреть по сторонам. Тут так много интересных событий, мероприятий, новых мест. Везде хочется сунуть нос и попробовать. Жизнь вокруг в постоянном движении. Как же это здорово, пишет деловая леди. Олег Самолетов посетовал, что жители Автограда почему-то игнорируют Ширяево. Самарские люди очень активно пользуются этой локацией. А вот в Ширяево очень мало жителей Тольятти. Как и в том году на футболе. Грустно. Целая эпоха проходит. Рядом же огорожане ворча на все вокруг. Не могут заглянуть за границы своих кварталов. Удивляется Олег. Тем более, что туда можно доехать на чем и как угодно. На автобусе, на машине, на велосипеде, да хоть бегом. Сергей Романов побывал в городе Грозный. Да, этот край суров, но одновременно очень красив. Гулять по Грозному совершенно безопасно. Можно спокойно оставить вещи и знать, что никто их не тронет. Невест здесь, кстати, никто не ворует уже. Штраф очень большой. 3 миллиона рублей. Но если так случилось, то после уплаты штрафа невесту можно оставить себе, пишет Романов. Украл ли сам бодибилдер невесту в Чечне, он не сообщает. Саша Бунаева, самарский фотограф, который снимает беременность, решила немного переключиться на другую тему. Девушка выложила фото для спецпроекта о женщинах, переживших онкологию. Думаю, этот проект стал важным событием не только для участниц, которые увидели себя в новом образе и пережили эти потрясающие эмоции. Но для всех фотографов и визажистов, которые помогли творить красоту, пишет фотомастер. Мы все были под впечатлением от того, какие наши модели позитивные, стойкие и жизнерадостные. Берем с них пример. Стилист Таня Чекмезова поведала про свой бизнес-путь в профессии. 11 лет назад я прошла первое обучение по макияжу и уволилась из офиса. Я вообще не представляла, что нужно делать. Поэтому я делала все. Прошла недолгую работу дома, сменила около 10 мест дислокации. И до настоящего времени этот путь развития, которому нет ни конца, ни края. Маша Комкова, доверенное лицо президента и губернатора, самарской мамы пятерых детей и в ожидании шестого, рассказала, что съездила на экскурсию в роддом. С меня сошло 7 потов, пишет девушка. Так для меня это волнительно. Особенно, когда вошла в родильную палату и увидела родовое кресло с поручнями для рук, чтобы тужиться. Не могу пока перебороть страх родовой боли. Думаю рожать в одной из клиник города по двум важным причинам. Там разрешено свободное поведение в родах, и я не буду мучиться, будучи прикована горизонтальному положению. И второе. Партнерские роды в индивидуальной родовой. Наличие мужа для меня важно. Третьи роды были с ним и запомнились как самые лучшие легкие. Знакомые девчонки мне активно советуют попробовать вертикальные роды. Говорят, это кайф. Но я, наверное, не решусь. Как-то меня картинка в голове не радует. Ну а самарский губернатор Дмитрий Азаров рассказал в Инстаграме, как встретил в Самаре Максима Орешкина, федерального министра. Нас в Тольятти ждет форум по развитию моногородов. А пока футбол и автомобили. Максим Станиславович поделился впечатлениями о поездке на Lada X-Ray. Я в ответ показал ему свою Lada Vesta Sport. Поддерживаем отечественный автопром. Написал глава региона. Самарская бизнес-вума Наталья Сергеевская представила на городской набережной морской стиль для города. Недавно был День рыбака. Скоро будет День морской авиации в МФ России. А в конце месяца – День морского флота. Радость-то какая! Сколько праздников в июле! В общем, все это навеяло на морской стиль в одежде. Его принесло перемехонько из Великобритании. Прямо из королевской семьи. Наверное, морским ветром и принесло. Детали этого стиля позаимствованы у флотских костюмов, пишет Наталья. На этом все. Репосты, лайки и ваше внимание нам приятно. Так же, как и героям этого выпуска. Подписывайтесь на корпоративные сети Терры и следите за новостями в новом выпуске Террограмма. С вами была я, Таня Бекметова. Увидимся! Не пипайте, цветята! Террограмма